друзья всем доброе утро доброе воскресное утро прошла неделя после поста даниила и если вы читали по одной главе деяния так дальше то сегодня все заканчивается я тоже читал и меня очень впечатляло что божий дух свершил свою работу направлял своих святых на протяжении всей книги он помог павлу дойти до самых вершин и благовествовать евангелие среди очень знатных людей куда невозможно было прийти просто по-человечески бог сам направлял его и это для меня как вызов всегда ревновать о силе духа святого о водительстве духом святым чтобы то что кажется невозможно человеком было возможным с божьей помощью поэтому мой призыв давайте ревновать о водительстве духом святым давайте дожидаться пророческого слова давайте дожидаться вдохновения от бога чтобы возлагать руки на больных чтобы благовествовать царство божье пусть каждый из нас ощущает водительство святым духом в своей жизни не соглашаясь на естественную жизнь просто на высоко моральную хорошую жизнь этого мало моральная жизнь до водительства святым духом также обязательно размышляя на этой неделе о книге деяний с одним братом мы нашли словно противоречие в библии и решили разобраться в нем деяние 20 глава стих 22 и 23 апостол павел говорит и вот ныне я по влечению духа иду в иерусалим не зная что там встретиться со мною только дух святой по всем городам свидетельствует говоря что узы и скорби ждут меня и так апостол павел получает откровение идти в иерусалим и знает что там будут трудности 21 глава говорит о том что найдя учеников они пробыли там 7 дней 4 стих они по внушению духа говорили павлу чтобы он не ходил в иерусалим получается противоречие павлу дух божий говорит идти в иерусалим но здесь какие-то ребята утверждают что дух божий внушает им говорить павлу чтобы он не ходил в иерусалим кто же прав мы задались размышлениями и в современном переводе увидели истину вот что написано здесь в тире мы нашли учеников и пробыли у них 7 дней они получив откровение от духа о предстоящем начали убеждать павла не ходить в иерусалим смотрите павел совершил потрясающий труд благовестника его направил туда святой дух по влечению этого духа он и шел но здесь по-видимому это были молодые какие-то ученики они может быть увидели видение получили какое-то пророческое слово слово знания слова мудрости что-то получили от бога но не разобрались и сказали павлу о том что дух божий не пускает его в иерусалим на самом деле они стали поперек дороги павлу со своими пророческими словами что же не так они увидели что будут скорби но дух божий не говорил ничего больше он не говорил останавливать павла он просто предупреждал может быть поддерживал таким образом павла не бояться скорбей но идти вперед эти ученики не разобрались и неправильно сказали божье слово вот о чем это говорит мне мы все с вами получаем какие-то слова от бога пророческие слова видения сновидения и нам так важно не спешить говорить все что мы увидим и услышим но оставить еще немного время чтобы разобраться с духом божьим что же означает то что я вижу слышу я замечаю что многие из тех кто ревнует о духе святом порой говорят и божье и не божье смешивая все подряд давайте будем внимательными чтобы как эти ребята не стать поперек дороги господом и его служителям но если мы говорим слово божье давайте будем уверены что мы осмыслили его приняли от бога всю полноту его послание и передали без искажений то что господь вкладывает в нас сегодня будут воскресные богослужения я молюсь о том чтобы эти богослужения были сверхъестественными чтобы дух божий говорил каждому из вас и когда он скажет давайте осмыслим подумаем и потом совершим то к чему господь пазы прибыл побуждает каждого из нас все друзья божьих благословений и хороших вам собраний сегодня яйца яйца яйца